Здравствуйте, меня зовут Ленский Дмитрий Алексеевич, ученик 11-го класса. Я купил сказать о Ярославе Мудрой. Ярослав Мудрый, это великий русский князь, еще был отправлен в Духовое Союзное. На 1019-1054 год. Светкультура Древней России связана со временем Ярослава Мудрой, когда православная вера распространилась в почте вахе и в русских жених. Мнях Ярослав продолжил дело своего отца Владимира Красное Солнышко. Он создавал школы материнские, кастерские, по переписи книг, строил храмы и монастыри. За время его правления Киев превратился в одну из красивейших столиц мира. Каждый, кому посчастливая коваль в Киеве, может посетить храм Святой Стефеи и Примире Божьей, построенный в мире Ярославе Мудрой, увидеть в нем древний мозаик и средств. Время Ярослава поменовалось распространением православной веры почти во всей русской земле, не только в Киеве, но и в других гражданствах строились в твердке и монастыри. В период его правления начинается систематическое ведение летописи. Он основал древнее русское дневное хранилище, при построенном на Новгородском Софийском Соборе, которое сохранилось до сих пор до наших дней. Ярослав продолжил дело своего отца и создавал новую школу. В Новгороде он собрал 300 детей из старых и священников, и вот он учится в Мирной Грамоте. В повести временных лет можно рассчитать такого, подобно тому, если бы кто распахал землю, а другой посеял, а иные стали бы пожинать и есть пищу, пищу обильную, так как княж Владимир распахал и умягчил сердца людей, осветившие их крещением. Сын его Ярослав посеял их книжными словами, а мы теперь пожинаем, принимая книжные учения. Летописи сохранились в строй о создании первой библиотеки Реверславия Миндрова. В лето 1039-го заложил Ярослав в город Великий, у того же града золотые ворота, заложил и церковь и святой Сефеин. Он прожил долгую жизнь, а умирая оставил своим сыновьям такое опустое. Вот я отхожу от света сего, дети мои. Любите друг друга, ибо вы братья родные, от одного отца и от одной матери. Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Скончался Ярослав Мудрик в праздниках второго сна в православии. В годы его правления это не только период расцвета Киевской Руси, но и время окончательной победы в православии над язычеством. В 2004 году он был причислен к Киевской Руси. Спасибо.